Как записать микрофон и гитару в компьютер, который работает на Windows XP. При этом всё, ничего не перетыкать, всё свободно мониторить и всё слышать. Я покажу вам сейчас вот свою данную коммутацию. То есть для записи я использую 24-битную карту USI Maya 22 USB или Maya 2.2 USB, не знаю конкретно как называется. Вот как она выглядит. На борту она имеет вход XLR. Сейчас показать не могу, он комбинированный. Надо вытыкать микрофон. Он комбинированный и также имеет на борту фантомное питание для питания 48 вольт конденсаторных микрофонов. Также на нём есть вход Hi-Z. Вот выход на наушники. Дальше идёт выход сзади. Я не могу сейчас показать. Выход на студийные мониторы через джек. И, как это ни странно, тюльпанный стереолинейный вход. То есть, видите, на запись через USB подключено. Работает 24 бита, 96 Гц. На воспроизведение я использую карту Behringer. Behringer. Как он там? А! Behringer UM2. Сейчас не могу толком показать. Я использую только на воспроизведение. В неё подключаю вот эти тюльпанные стандартные свои колонки. Сейчас покажу. Колонки Defender я использую. Вот они, как они выглядят. Вот они, самые стандартные колонки Defender. Также я использую наушники Philips. Но это в основном при сведении, когда мне нужно посмотреть высокие частоты. Дальше. Всё по порядку. Для записи гитары я использую процессор Zoom. Вот как он выглядит. Такой. Достаточно качественный, но старый процессор. Тоже работает как звуковая карта. Но, к сожалению, пишет только в 16 бит 44 Гц. Но это на свои времена, по своим временам, абсолютно топовая махина. Потому что на борту она имеет... Сейчас. За фокусю ламповый преамп. То есть лампа на преампе и лампа на пауэрампе. Да? Вот на преампе я включил на 100% лампу. На пауэрампе я включил на 45%. Лампа на выход и буст. Также на борту имеет эмулятор кабинета. И также на борту имеет аттюниатор. Видите, вон там. Гейн-свич. Вот этот. Это аттюниатор, что тоже очень немаловажная вещь. Также, как я уже говорил, можно использовать как звуковую карту. Но пишет, к сожалению, только 16 бит. Что является... Ну, производит... Воспроизводит 32 бита. 24. Но записывает, к сожалению, только в 16. Также имеет... FX Loop. Send Return. Всё. Тут полно патчей. Тут секция преампа. Секция... Миллион каких-то пресетов можно поставить. И на борту имеет самые топовые усилители. Такие как Kangal, PV, Diesel, Mesa. Короче, всё-всё-всё. Вот первая педаль. Я её использую в основном как педаль громкости. Как педаль экспрессии не использую. Также на борту есть педаль экспрессии. Которую можно использовать как вот... Сейчас. Педаль ВА. И при желании, если вот этот свитч повернуть, можно также использовать как педаль ВЭМИ. То есть, тут две педали в одной. Одна и вторая. То есть, если вы используете ВА и ВЭМИ, это вообще для вас. Две лампы. Короче, всё работает идеально. Я подаю этот процессор, вывожу, то есть, записываю его. На выход у меня идёт вот LR. Он идёт на стандартных джеков. Но я записываю его через тюльпанные вот эти переходники. И всё это дело, всё это дело потихонечку, потихонечку, потихонечку у меня переключается вот сюда. В SI Maya. Вот. Сейчас покажу вам вот этими тюльпанными входами. И всё пишется прекрасно. Всё идёт в линейный вход. Вот пишется в стерео, хочешь в стерео, хочешь в мода. Всё идеально. На мониторинг я вывожу вот этот третий выход. Этот выход FOMS называется. Сразу идёт стереовыход. Одним джеком я подаю её в карту, подключённую на воспроизведение Behringer. Behringer воспроизводит как Oversambling 32, воспроизводит 24 бита. Короче, всё, что хочешь на воспроизведение. Но на запись также работает 16-битный, поэтому я использую его только на воспроизведение. И вот джеком только для того, чтобы мониторить. Но для этого мне нужна кнопка, видите, Direct Monitoring. Она просто необходима. Видите, вот я поставил здесь громкость вот этого линейного входа. Здесь громкость на максимум. Линейный вход, чтобы не было пиков. Здесь почти на максимум. На максимум я не ставлю, но можно поставить и на максимум. Я просто не люблю такую громкость. Поэтому всё так. И ещё раз возвращаемся к ESI Maya. Также на борту у меня идёт микрофонный вход. Я уже говорил с Phantom Power. И здесь есть вход, повторюсь ещё раз, вход Hi-Z для записи гитарой напрямую с постобработкой последующей. Или если вы играете в плагины. Я в плагины не играю. Я для всего использую вот этот топовый, моднейший топовый процессор. И для записи вокала также я использую, вот вы видите, конденсор Mike. Он идёт, 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 идёт. И вот он. Как он выглядит. Вот он. На пауке у меня, на такой самодельной стойке. Также у меня тут поп-фильтр. А, и ещё вот это так называемое ветрозащита. Вот как выглядит микрофон. Ну, я использую вот эту ветрозащиту и поп-фильтр во избежание попадания каких-то шумов. Всё. Тут на этом всё просто. Возвращаемся опять к ESI Maya. Здесь есть линейный вход. Потом комбинированный XLR-джек. Я его использую только как микрофонный вход, чтобы ничего не тыкнуть. И также у меня есть возможность записывать в Hi-Z. Но я почти этим никогда не пользуюсь. Очень важная кнопка Phantom Power. И ещё один очень маленький такой как бы параметр. На XP ESI Maya у меня работает только на запись. Потому что драйвера не позволяют подключить его на воспроизведение. То есть, если у вас компьютер с Windows XP, то лучше воздержаться. От такой мысли, что вы сможете использовать это на запись и на воспроизведение. Возможно, если бы был компьютер получше, это было бы возможно. Но пока что как-то так.